Варшавский палах И претендентов на королевский трон было некальким Большость шляхты и магнатов подтримливала Станислава Ляшчинского Былого монарха Увыгнанни, а теперь тесте французского короля Людовика XV Однако часы теперь такие, что не только посполитый народ господарства выращая, кому керовать краиной А еще и множество затекавленных боков Португальский король, да прикладу, пропановывал кандидатуру своего брата Инфанта Антония Карл VI, император Святой Римской империи, подтримливал Фридриха Августа, сына небожчика короля Али, як бы там не было, осе разумели, новым монархам Речи Пасполитой станет той, кто отрымая протекцию Российской империи Война помеж двумя претендентами на стол Речи Пасполитой, на королевский стол Речи Пасполитой Велася помеж сыном Августа Моцного, будущим королем Августа III, Станиславом Ляшчинским Первого подтримливала Россия и Австрия, другого подтримливала Франция на чале С зятым Станиславом Ляшчинским, королем Людовиком XIV Это не была чисто внутренняя война Из прытнейшим у той ситуации оказався Фридрих Август Не в забаве, он домовляется с урадом императрыцы Ганны Ивановны Як и батька, он с легкостью гандлюется землями чужого для его господарства Абэцая адмовиться ад претензий на Лифляндаю А так сама аддаць России курлянская герцагства, что было ленным уладанням Речи Пасполитой Фридрих клянецца зробить усе макчымая, как бы официйна признаць императорский титул российской царыцы А головная гарантуя заховання Украине усіх шляхецких свободав Тым часам у Варшаву таемна приезжая Станислав Ляшчинский Не в забаве у кастёля Капуцинов яго пазнаюць и местечав ахопливая радость Простым людям давно надакучило панованне чужих монархов Тому особа Ляшчинского была самой популярной сароджихароу Речи Пасполитой Папулярнаць цяго найперш сарод шляхты, але так сама сарод і гаражанов, местечу Была іще живая І Станислава Ляшчинска худко пазнали в адным, потаму другім кастёле Варшаву обліцела чутка, що з'явився новий король Не в забаві Ляшчинскі ўжо адкрыто сустракається шляхтай выборщиками у кастёля Святого Крыжа Причім апранутый он бэл не як французский аристократ, а як звычайный шляхтич Віват, король Станислав, панёсся в оклич по улицах Варшавы Патриотичные колы переживали неверогодный уздым Августа другого ненавидзели І громадства абсолютно не хотела замацавання на троні новых представніков саксонской династии Сасов Станислава Ляшчинска сустракали захопленные толпы народу І нема нічога дзівнага у тым, што не в забаві ён бэл абраный коралём 12 вересня 1733 года у Варшаве 12 тысяч выборщиков обвешчають Станислава Ляшчинскага новым коралём і велікім князям Росія не могла погодіться з таким розвіччям падзей І вирішила усе політичні спречки з виклым для себе чином Увіла войско на землі нашого господарства Ужо першого кастрічника российські жаунеры заняли прадмесьці Варшавы Новы старые королі мусь ўспешно з'язжать Річ Паспаліта тады знаходзілася ў такой ситуаціі Калі варышалі ўзо не галасы соймовах паслов А штыки армій ближайших сусідів Падаховую російськіх войска ў 5-го кастрічніка 1733-го Увёз ці камінь ў прадмесьці Варшавы Збіраюцца працівнікі дзеючага монарха І абіраюць новым коралём Фридрыха Августа Аднак змагання за коралівські трон працягваецца Станіслав Ляшчинскі знаходзіўся ў Гданську Разам з коронным войском і чакав да памогі ад Францій Аднак не в забаві знов мусіць утекаць Тяпер ўжо нас заўсёды Вайна, што отрымала назву за польску спадчыну Піракінулася ў Європу Франція змагалася з Австрею і Саксонія Якім да памагала Расія Воянныя дзеяні працягуваліся два гады Это была саправданна міжнародна вайна Даречі, хоч выиграв Август Тречі, став коралём Франція не проіграла Тому што выник этой вайны Я супернік Австрея страчыла частку сваіх итальянскіх володанню Згодна з гмірным пагадненнім Падписанам ў Кастрычніку 1735 года Франція признавала коралём і велікім князям Фридрыха Августа А Станіслав Ляшчынскі офіцыйна адмовлявся ад короны І вызваляв ўсіх сваіх прыхільнікав ад прысягі Навернастяму як коралю Так Расія яшчэ бойш узмацніла свой уплыв На внутрэнаю і знешнію палітыку Рэчі Паспалітай А наша дзержава знов атрымала навязанага ёй монарха І якім ён будзе гаспадаром Што зробіць дзелі яе Цяпер мух паказаць толькі час Несумненно выграла Расія Пасадзіла свяго ставлінніка Дамаглася вельмі важныя рэчі Абмежавання колькісті Войска Рэчі Паспалітай До 24 тисячі чалавек Веріці сабі 24 тисячі чалавек У той час, калю сусідзів В Австриї і Пруссі По 150 тисяч штыков Было в 18-м стагодзі А в Расії пад канец ця стагодзі Было 300 тисяч штыков Это означало адно Рэчі Паспалітай не жыць Рэчі Паспалітай не жыць